МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РД-пятёрка. АПЛОДИСМЕНТЫ Как я и обещал в прошлый раз, пришла пора подумать и о душе. Мы приветствуем в нашей студии участников международного интеллектуального турнира для знатоков христианской культуры «Фавор». АПЛОДИСМЕНТЫ Турнир проводится у нас в Гомеле в Дворце творчества детей и молодёжи по благословению Преосвященнейшего Павла, митропатриата Минского и Слудского, патриаршего экзарха Сия Белочну. Организует и проводит его Гомельская епархия, за что и низкий поклон. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, не могу не напомнить, что нашу уникальнейшую телевикторину РД-пятёрка организует и поддерживает телерадиокомпания «Гомель» и Гомельский областной исполнительный комитет. Спасибо им. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, вспомнили всех добрых людей, причастных к нашей сегодняшней съёмке. Итак, наша сегодняшняя игра. Слева от меня в синих шарфах команда Альберта Калустяна. Команда, собственно, 36-й гимназии имени Ивана Мережа Говельской, которая выиграла турнир «По что, где, когда» в рамках фавора. Вот эти герои. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня международная сборная, сборная Ксении Монтуровой, в которой играют гомельчане, жители Брянска, Бреста и Борисова. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, какая область человеческой деятельности ближе всего к душе? По-моему, литература. Поэтому первая из двух фаворовских игр у нас будет посвящена литературе. Мировой, естественно, русской, белорусской, немножко украинской, потому что у нас в турнире играют люди из разных стран. Итак, внимание. Ну а начнем мы, как обычно, нашу пятерку с блеф-игры. Проверим интуицию. Альберт, кто у вас наиболее интуитивен, кто пойдет на блеф-игру? Пойдет Вова. Владимир, великолепно. У Ксении? Таня. Итак, Владимир, пойдем к Татьяне. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 51-я гимназия, команда «Радость моя», приход храма всех скорбящих радостей, призер «Мозгового штурма». Это еще один из видов игровой программы нашего фавора. Итак, внимание. Блеф-игра. Да или нет? Верите ли вы, что самая знаменитая советская антиутопия о коммунистическом обществе – это туманность Андромеды? Владимир. Да. Да. Ее написал Иван Ефремов. Классика. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Распочин, у нас 5 очков в копилку вашей команды. Верите ли вы, что вместо шлема у рыцаря печального образа, у Дон Кихота, был медный таз? Да. Нет. Не нашлось ему рыцарского шлема, он медный тазик взял и надел себе на голову. Ну вот тоже хорошо. Играем. Верите ли вы, что кот в сапогах сделал своего хозяина графом? Владимир. Да. Нет. Маркиз Карабас приветствует вас. Играем дальше. Верите ли вы, что герой Твардовского Василий Теркин играл на вояне? Владимир? Нет. Да, он играл на гармошке. Это проще, это веселее и легче ее, собственно, таскать в боевых условиях. Играем дальше. Верите ли вы, что Герман у Пушкина в последней игре поставил на пиковую даму? А фальстарт у вас, Владимир. Татьяна? Да. Хотя ему говорила старая графиня. Тройка, семерка. А то он вам вдергался, поставил на пиковую даму и потом поэтому сошел с ума. Браво, Татьяна! Отлично! Итак, блеф-игра наша. 10-5 в пользу синих, в пользу 36-й гимназии. Сборная на шаг позади, но только самое начало блеф-игра. Переходим к игре дуэльной. Вперед играем в следующий бой. Дуэль-игра. 5 тем, 5 выходов игроков к стойкам. В бескомпромиссные дуэли 5 тем. Что за прелесть эти сказки? Праздники в литературе. Стихи поэты, герои и героини. И самая сложная тема – литературная география. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед! Еще раз. Первая. Ты вторая. Ты вторая. Ты вторая. Ты третья. Ты четвертая. Пятая. 5 секунд истекли, и я обращаюсь к Альберту Калустяну, капитану Синих. Альберт, что за прелесть эти сказки? Что за прелесть ваши игроки? Кто самая большая прелесть? Вова. Вова, понятно. А Ксения у вас? У нас пойдет Маша. Владимир, пойдем в Марии. Вперед! Маша! 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 Маша, буквально пару слов с вами. Какой город вы представляете? Я представляю город Брест. А с какой командой вы приехали? Мы приехали с командой Брестской епархии. Привет большое. Можете передать в кадр Брестской епархии, помахать ручкой, улыбнуться. Прекрасно. Ну что ж, что за прелесть эти сказки, говорил Пушкин. Каждая из них есть поэма. Начнем. У лукоморья дуб зеленый. Так начинается поэма. Какая, Володя? 33 богатыря. Понятно. Интересная поэма. Я почитаю сегодня дома. Маша, может, вы знаете? Руслана Людмила. Отличный ответ. Да. Ну, знаете, что Астрид Лингрен придумала проказника Карлсона, а вот Туве Янсен придумала кого? Да. Володя. Пиноккио. Пиноккио. Понятно. Какие интересные книжки, считаю, Володя в детстве. Маша, может, вы знаете? Вероятно, Пеппи Длинный Чулок. Да нет, она придумала мумитролей. Именно их она и придумала. Играем. Этот братец главный герой сказок дядюшки Римуса. Что ж за братец там? Там два были братца, да? Может быть, братец Иванушка. Братец Иванушка у дядюшки Римуса. Интересно. Володя, прошу вас. Ну, не знаю. А про братца Лисы и братца Кролика что-нибудь вы слышали? Не слышали? Почитайте. Рекомендую. Играем. Маленький принц у Экзюпери просил летчика нарисовать ему это животное. Кого же он просил ему нарисовать? Нарисуй мне, пожалуйста. Нарисуй мне барашка. Просил он летчик. Играем. И закончим. Чтобы братья, превращенные в лебедей, снова стали людьми, и сестра у Андерсона должна была сплести рубашки из этой жгучей травы. Крапива. Крапива – это правильный ответ. И после первого боя 10-15 в пользу нашей сборной. Мы играем в следующий бой. Итак, литература. Литература чуть-чуть смыкается с нашей темой. Почему чуть-чуть? Хорошо смыкается с христианской темой, с православной темой. Поэтому вторая тема – праздники в литературе. Ну, не только христианские. Прошу вас, Альберт. Кто? Пойдет Эвелина. Эвелина на праздники. Кого отправляет в бой Ксения Моторова? Илариона. Илариона. Вперед! Иларион, пару слов о своем городе, о своей команде и вообще о жизни. Город Борисов. Мы представляем Борисовскую Марииногорскую епархию с города Борисова. Итак, праздники в литературе. Рассказ о Генри, о супругах, которые расстались самым дорогим, чтобы купить друг другу подарки на Рождество, называется… Да? Рождество? Да, нет, он по-другому называется. Дары. Он называет Эвелина. Не рискнула. Дары – волхвов. Классический рассказ. Муж продал свои фамильные часы, чтобы купить черепаховые гребни для роскошных волос жены. А жена продала свои роскошные волосы, чтобы купить платиновую цепочку для фамильных часов мужа. Вот так любят друг друга люди. Продолжаем. Ее именины праздновали в пятой главе Евгения Онегина. Как звали девушку? Да, как же звали одну из главных героинь Евгения Онегина? Одну из трех. Понятно. Ребят, у нас не штрафуется, можно называть все, что угодно. Татьяне на именины праздновали. Играем. Гоголь определяет занятие добрых людей в ночь перед Рождеством, как калядовать и славить... Кого? Прошу. Бога. Это неправильно. У Гоголя не так. Калядовать и славить... Ну? Кто родился? Три. Не знаю. На Рождество родился Христос. Играем. На всякий случай, вдруг вы не в курсе. И славить Христа. Играем дальше. Именно в этот вечерок у Жуковского девушки гадали, бросая башмачок. Да. Вечер перед Рождеством. Понятно. Это неправильный, к сожалению, ответ. Может, Иврион знает. Может быть, Кривые вечера. Понятно. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Куда носком упадет, значит, такая судьба. Носком от дома, значит, выйдет замуж. Носком к дому. Еще год в девках сидеть. И заканчиваем. Этот праздник в финале рассказа Чук и Гек встречают под звон московских курантов. Какой же праздник у нас встречает под звон московских курантов? Прошу вас. Новый год. Новый год, конечно же. Потрясающее знание литературы продемонстрировали нам наши игроки. И счет стал 10-20. В пользу сборной мы играем следующий бой. Прекрасно. Стихи и поэты у нас на очереди. Знаток стихов, знаток поэтов в команде 36-го гимназии. Евгений. Евгений. Это важно, потому что есть и Евгения. У Ксении? Татьяна. Итак, Евгений про Татьяны. Вперед! Хорошо. Итак, поехали. Именно ее в начале мая любил тютчев. Фальстарт у вас. Евгений, к сожалению. Татьяна, есть шанс. Люблю грозу в начале мая. Это правильный ответ, да. Хорошо. А этот горлан-главарь интересовался, смогли бы вы сыграть Ноктюрн на водосточных трубах. Татьяна. Маяковский. Маяковский, конечно. Он сообщал, правда, не на русском языке, что от прадеда в ему испокон веков досталось наследство. Да. Янка Купала. От прадеда в испокон веков мне засталась спадшина. Браво, Татьяна. Отлично. А вот он тоже не по-русски завещал похоронить его сред степу Широкого. Ну? Якуб Колос. Якуб Колос. Цикаво. Татьяна. Возможно, Тарас Шевченко. Сред степу Широкого. Да, вырыты могилу. Это Тарас Шевченко. Я не знаю, это ты. Анна Ахматова, поэтесса, удивлялась. Когда бы вы знали, из какого ссора растут они, не ведая стыда? Они это? Ну, поэтесса. Что же она растила? Да. Важно стихи. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? Да. Татьяна, вам аплодирует в студии и скандирует ваше имя. Да, 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 да. 10.45. Татьяна Пиварчик вводит команду свою сборную вперед. Мы играем следующий бой. Герои и героини. Настало время показать класс Альберт. Кто? Пойдет Евгения. Евгения. Это важно. Ксения. Пойду я. Итак, Евгения против Ксении. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, герои и героини. Поехали. Она жена Пушкинского, богатыря Руслана. Женечка? Людмила. Отлично, Руслана Людмила, да. Венчание уже состоялось, но подлый Черномор украл Людмилу прямо с брачного ложа. Играем. Так звали сыновей знаменитого казацкого полковника Тараса Бульбы. Ах, как же их звали-то, а. А звали старшего Остап, а младшего Андрей. Играем. А это Дед Партизан, герой повести Якуба Колоса Дрыхва. Что же за Дед? Такой с фальстарта у вас, Ксения. Уже не есть шанс. Как же звали этого Деда Партизана? А-ха-ха. А-ха-ха. Якуб Колос сейчас бедный. Понятно. Звали его Дед Талаш. Играем. Даму сердца, рыцаря печального образа, звали... А как же ее звали? Да. Гюнсин. Как-как-как? Дульсине. Дульсине Табовская. Браво! Вот как он рождается ответ. И заканчиваем. Такими тремя словами назвал Михаил Юрьевич Лермонтова своего Печорина. Три слова. Ой, весь роман так называется, кстати. Раз, два, три. Герой нашего времени. С некоторой иронией, но назвал 20-55. Продолжаем бой. Литературная география, наш пятый бой. Альберт дождался своего часа, да? Да. Хорошо. А кто дождался своего часа в команде Ксении? Мария, вторая. Мария, вторая. Альберт против Марии, второй. Вперед! Маша, тоже наша гостья. Маша, пару слов о своем городе, о своей команде, о себе. Я представляю город Брянск. Приехали мы от Брянска в епархию. Я люблю свою команду. Я очень люблю свою команду. Умница. Хорошо. Итак, литературная география. Машенька, на кнопку ручку. Отлично. Близ этого населенного пункта у Гоголя были вечера на хуторе. Фальстарт. Маша, за этим очень строго следит наш электронный судья. Только по зеленой кнопке. Да. Близ Диканьки. Близ Диканьки, да. Эта испанская провинция дала прозвище рыцарь печального образа Дон Кихоту. Да. Ла-Манча. Дон Кихот ла-Манчский, конечно же. Играем. Именно туда отправлялся экспресс с платформы 9,3 четверти. Фальстарт у Альберта и у Маши Ешанс. Куда же он отправлялся? Этот чертовский красный экспресс. Ну? Краснодар. Краснодар, понятно. Хогвартс. Про Гарри Поттера вот дети не считают. Как ни странно, некоторые. Играем. В этом городе происходит действие романа, который написал Булгаковский мастер. Да. Москва. Москва – это неправильно. Москва – это мастер и Маргарита. А в каком же библейском городе происходит действие романа, написанного героем Булгакова, мастером? Маша, может, вы знаете? Ну? Город. Три. Любой. Две. Одна. В Ершалаиме, в Иерусалиме он описывает последние дни земной жизни Христа. Играем. Том Сойер жил в этом американском городке с российским именем. Да. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, конечно же. Отлично, и счет становится. 50-55. Альберт нагоняет сборную практически в одиночку. Пришла пора тест игры. Играем. Тест игра. Тест игра. Ну, белорусам ближе централизованное тестирование, они понимают. А, ну, по-русски говоря, ЕГЭ. Вопрос, три варианта ответа, нужно называть верный. Итак, кто готов сдавать, Альберт? Евгений. Евгений. У Ксении? Иларион. Итак, Евгений против Илариона. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Тут первым делам нужно выиграть кнопку, а потом уже называть варианты. Итак, внимание. Ну, Том Сойер, как известно, в одном из эпизодов повести красил. А. Забор. Б. Крышу. И С. Кусты роз. Иларион? Б. Б. Крышу. Понятно. У Евгении шанс? Забор. Забор, да. И сумел сделать так, чтобы не он красил, а красили мальчишки. И так он их сумел заинтересовать. Пять очков на подборе сейчас заработал Евгений. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Алиса у Кэрола свое путешествие по Зазеркалью начала как... А. Кошка Китти. Б. Как дама Пик. И С. Как королевская пешка. Да. Как королевская пешка? Как королевская пешка, да. Там была шахматная доска, по которой она дошла и почти стала королевой. Тигра из «Приключений Винни-Пуха». Очень любил. А. Мед. Б. Желуди. И С. Рыбий жир. Иларион. Рыбий жир. Рыбий жир. Отлично. Десять очков. Бабушка Карлсона была чемпионом мира. А. По плюшкам. Б. По обниманиям. И С. По квиддичу. Фальстарт у вас, Иларион, к сожалению. У Евгении шанс? С. С. По квиддичу. Вот это бабушка, вот это бабушка. Она, наверное, ловцом играла. Гарри Поттера там отжимала. Понятно. На самом деле, Карлсон говорил, у меня бабушка, чемпион мира по обниманиям. Это и есть правильный ответ. И заканчиваем. Парадоксальный поэт Даниил Хармс предлагал в качестве помощи кошки, которая порезала лапу, А. Зеленку, П. Касторку, И. С. Воздушные шарики. Иларион. Воздушные шарики. Скорее, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики нужно купить. И кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Браво, берем. Браво. Итак, 65-75. Ровненько сыграли ребята. Ну что ж, перед нами высится слайд-игра. Вперед к слайд-игре. Тема сегодняшней нашей слайд-игры писателей и поэты. Лицо на нашем огромном экране и ваш ответ в микрофон и в камеру. Кто настолько хорошо знает писателей и поэтов в 36-й гимназии имени Мележи? Евгения. Евгения, Женя, Цыганок, понятно. А у Ксении Монтуровой в международной сборной? Пойду я. А кого же вы бросите на риск игру под Альберта? А вы подумайте. Хорошо. Я обещаю подумать. Итак, вперед. Славь, играем. Пойду я. Пойду я. Итак, начинает международная сборная Ксении Монтуровой. Сама капитан. Вышла к стойке. Правильно ли это 15 очков. Игра на подборе 10. И после каждого вопроса мы меняем отвечающего. Начинаем, Ксения, с вас. Первый слайд для вас. Прошу. Нужно назвать этого известного писателя. А имя, фамилию? Можно фамилию. Без имени. Непривычное его изображение, скажем так. Александр Грибоедов. Очень похожий, кстати. Но это не он. Есть шанс у Евгения, Женя. Вот так он непривычно выглядел в молодости. Нет? А потом у него появились усы, волосы до плеч. Это Николай Васильевич Гоголь. Вот так красавец такой был в молодости. Итак, пока по нулям. Евгения, играем с вами. Ваш слайд. Второй слайд. Ну вот такой великий русский писатель. Тоже в молодости. Офицер артиллерийский. Лермонтов. Лермонтов. Это неправильный ответ. Лермонтов был гораздо симпатичнее. Прошу вас, Ксения, может вы знаете? А пускай это будет Максим Горький. Да нет, Максим Горький никогда в армии не служил. А вот граф Толстой служил в артерии и даже участвовал в Крымской войне. Снова по нулям и снова... Как Ксения переживает. Это же прямо фонтан эмоций. Ксения, играем с вами. Может вам повезет больше. Поехали. Ну? Булгаков. Михаил Иванович Булгаков, конечно же, 15 очков. Играем с Женей Цыганок. Женечка, пожалуйста, поэтесса русская. Цветаева. Да, это Марина Цветаева, вы правы, Женя, браво. Слайд для Ксении. Ксюша. Это не русский писатель. Я поняла. Марк Твен. Марк Твен, конечно же. Он же Сэмми Клеменс. Евгения, прошу. Лауреат Нобелевской премии, между прочим. Или, как я сейчас говорю, на минуточку. Советский писатель не... Ну? Женя, три, две, одна. Куприн. Куприн. Не советский был писатель. Может быть, Ксюша... А пускай это будет Шолохов. Он был лауреатом Нобелевской премии, насколько я знаю. Тихий дом, донские рассказы, судьба человека, поднялся. Это Михаил Шолохов. Браво, Ксения! Отлично. Ну что ж, Ксюша, продолжаем с вами. Вот да, вот так он тоже выглядел в молодости, до того, как получились с ним разные неприятные происшествия. Ну? Тихо, тихо, тихо. Сложно, сложно. Хорошо. Хорошо. Близко, близко к ответу слушаю. Я же подумал, что вы правильный ответ даете. Нет? Три, две. Нет, я не знаю. Женя, может, вы смеете. Как вы когда-то стали говорить сложно-сложно. Когда вы сказали, Солженицын, Солженицын. Это Александр Солженицын до того, как он попал в лагеря по обвинению в антисоветской деятельности. Женя, Евгения, слайд для вас. Ну просто невозможно сейчас не знать эту женщину. Ну, Женечка, ну посмотрите ей в лицо. Лауреат Нобелевской премии. Да, нет, 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 нет. Бог миловал пока еще ее от этого, да. Ей этого не надо. Джон Рогман. Да! Мама Гарри Поттера. Браво, Женечка. Ну и... Пускай это будет Алексеевич. Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии. Браво! 15 очков. Итак, 130-95. Ничего непоправимого нет, учитывая, какие замечательные игроки выйдут сейчас к стойкам. Риск игра! Альберт Калустян, капитан наших чемпионов фавора по что, где, когда. Вы сейчас уходите в стойке, я понимаю? Да. Хорошо. Кого отправляет Ксюша? А я отправляю в бой Марию из Бреста. Хорошо. Итак, Альберт, пойдем Марии, вперед! Альберт, у вас 95. 95, у Марии 130. Вернее, у вашей команды 95, у команды, в которой играет Мария, 130. Это единственная наша игра со штрафами. Это риск игра. Если вы рискуете, отвечаете правильно, получаете 20 очков. Если рискуете, неправильно, и минус 20. Поэтому иногда лучше воздержаться от риска. Итак, внимание. Риск игра. Темы те же самые, что в нашей игре дуэльной. Итак, что за прелесть эти сказки? Это из какой сказки Пушкина? Альберт? О золотом петушке. Сказка о золотом петушке. И кричит Кири Ку-ку. 115-135. Играем. Литературные праздники. В ночь накануне этого праздника гоголевский герой ищет сокровище в лесу. В ночь перед Рождеством. Минус 20 очков. Сокровище в лесу он ищет перед другим праздником. Мария, будете жать, не будете? Нет, я воздержусь. Воздержитесь, хорошо. Ночь накануне Ивана Купала ищут в лесу сокровище с папоротником. 95 очка вернулся, Альберт. Стихи и поэты. Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит, гладал, кривир. Хотя тема испанская, но поэт очень-очень русский. Что за поэт? А есть такое правило у знатоков. Не знаешь, что отвечать? Отвечай, Пушкин. Это именно Пушкин. Играем. Хорошо. Дальше. Герои и героини. Именно так. Можно просто имя, можно имя с отчеством. Так звали героя рассказа Солженицына. Лагерный номер, которого был ЩА-854. Как же звали его, простое русское имя у этого? Иван. Иван. Понятно. Номер ЩА-854. Герой рассказа «Один день Ивана Денисовича». Имя назвал, я больше ничего не требовал. Итак, 115-130. Решающий вопрос. Литературная география. В «Белой гвардии», в романе «Белая гвардия» Михаил Булгаков назвал этот город просто... Город? Что же за город такой? Его, по сути, родной город... Да. Киев. Киев, вы считаете. Просто город, Андреевский спуск. Это Киев, да! 135-130. Альберт Синьки последним вопросом, последним ударом вырывает победу международной сборной. Вот такие сладкие призы у нас представляет наш постоянный партнер. Мойка самообслуживания на солнечное, обездная 4Г. Место, в котором без всяких проблем за смешные деньги можно помыть, прополисовать машину, купить автохимию. Мойка самообслуживания, самомойка, обездная 4Г на солнечное. Спасибо этим добрым. Людям, кстати, прилагается к сладкому талончике на бесплатную помывку автомобиля. Пригодятся. Ну и Гумбельская епархия в литературную игру дарит лучшему игроку книгу. Книга называется «Чудотворные иконы». Ну, я думаю, она должна достаться игроку, который сотворил чудо на этой игре. Выходил 95-130, а ушел к своей команде при счете 135-130. Альберт, вы сыграли сегодня блестяще. Как говорят в другой игре, берите и владейте. Ну, а в нашей игре, говорят, очень просто. Смотрим пятерку, получаем десятки. Смотрите нас, Эрудий пятерка.